Привет! Обычно при подготовке заключительных видео-разборов по конкретным играм, помимо конкурентного анализа, мне приходится ознакомиться с некоторыми интервью и разного рода статьями, касающихся тех или иных моментов разработки. Во-первых, это нужно для того, чтобы свести к минимуму повторение той информации, которая могла быть озвучена на других каналах. А во-вторых, таким образом мне порой удается извлечь некоторые малоизвестные детали и любопытные факты касательно разборов творческого процесса создания игр. И в-третьих, именно с помощью такого подхода, как мне кажется, на этом канале удается раскрыть суть адаптированного формата «О чем был». Таким образом, по итогу трешово-матерных видеопрохождений, аудитория канала получает более-менее предметные разборы тех или иных игр. И в ходе ознакомления с доступной информацией по Max Payne 2, я столкнулся с той же бедой, которую озвучил Иван Лоев в своей монументальной истории Rockstar Games на StopGame.ru. А именно с итогом того, каким получился сиквел. Я, так же как и только что упомянутый игрожур, надеялся найти информацию о том, какой изначально задумывалась игра, с какими трудностями при разработке столкнулись Remedy, что конкретно пошло под нож, как это было, к примеру, с Manhuntами. Но все эти поиски по статьям и просмотры различных видеоматериалов по теме сводились к тому, что Max Payne 2 получился таким, на удивление, каким он и задумывался. Но теперь давайте по порядку. За диктофоном антимама, приятного просмотра. Конечно, стоило бы начать с экскурса в прошлое. О том, как дебютная игра снискала оправданный успех, после чего издатель в лице Take-Two после покупки прав, естественно, поручил Remedy разработать сиквел. Тыр-пыр-то-сё, спустя пару-тройку лет случается релиз. Критики издания тотально хвалят игру за технические и сценарные аспекты, бла-бла-бла. И сейчас я бы хотел вам рассказать, как на тот самый релиз отреагировало сообщество моего двора в далеком 2003 году. Несмотря на то, что единственными источниками информации в то время для меня являлись различные игровые издания, типа Игромании и МКИ, где, собственно, и освещались проекты разной эпичности разработки. Max Payne 2 на нас свалилась, как снег на голову. Игра уже продавалась в местных тематических лавках, в то время, когда рецензий в относительно свежих печатных выпусках обнаружено не было. И если честно, игрался второй Max, да и что уж греха таить, играется и по сей день, как умноженный на два геймплей первой части. Мы просто охреневали от вменяемой на тот момент физической модели движка Хейвок. Я помню, как на игровуху захаживал один малец, и на уровнях апартаментов Payne он всячески спрыгивал с карнизов, умирая раз за разом. Мы же, конечно, поинтересовались, ты нахуя это делаешь, а главное зачем? На что получили весьма аргументированное «Я ловлю кайф от того, как натурально здесь реализован Рэгдолл». Он, конечно, не дословно так сказал, но суть вы поняли. На тот момент, до выхода второго полураспада, был еще год, но то, что было реализовано во втором Максе, был отвал мохнатки просто. Но помимо технического роста, я и некоторые мои товарищи при обсуждении Max Payne 2 словили себя на мысли, что никто из нас так и не ощутил того послевкусия от прохождения, как это было в случае с первой частью. Уже не хотелось выйти из игровухи и напиться вискаря, снять проститутку и мрачно охуевать от жизни в свои-то 12 лет. Возможно, это было от того, что мы немного повзрослели, заматерели там, и спойлер нет, не из-за этого. Вот уже 2021 год, а я все так же не испытал эмоциональной разрядки, в отличие от недавнего прохождения дебютника. Хотя, возможно, это мой частный случай. Тем не менее, осмелюсь заявить, что Max Payne 2 в своем сценарном аспекте вышел куда слабее своего предшественника. Как в плане атмосферы, разнообразия локаций мест действия, так и в самой подаче истории в целом, что я чуть позже попытаюсь, конечно, обосновать. И являются ли подобные осуждения ошибкой, к примеру, Сэма Лейка, как главного сценариста Remedy? Думаю, нет. Видите ли, как я сказал в начале, Сэм Лейк действительно задумывал свою, так сказать, love story, именно такой, если позволите, натужной. На то есть как минимум две причины. Первая – это, конечно же, изначальный концепт Макса Пэйна. Если вы, может, помните некоторые тезисы из моего, так сказать, видео-эссе «О чем был Макс Пэйн», то, исходя из той информации, Лейк при написании истории для сиквела все еще опирался на заветы Скотта Миллера касательно развития Макса Пэйна как трансмедийной франшизы. На манер Дюка Нюкема, Лары Крофт и прочих тогдашних представителей трансмедиа. Вторая же причина – это всецелая деконструкция того, что было представлено изначально в этой серии. Несмотря на жанровую идентичность двух игр, обе они являются экшенами третьего лица механически и постнуарами стилистически. Но второй Макс Пэйн куда более постнуарен в своем наполнении, нежели первый, в котором, несмотря на цветовую гамму, все же чаще используются приемы из классического нуара, ссылаясь на более позитивный финал и центральный конфликт, целью которого является отмщение. Во втором же Максе, на мой взгляд, больше преобладает субъективизм, характерный, впрочем, как и для дебютной игры, так и для жанра неонуар в целом. Забегая наперед, описывая действия вкратце, получается, что Макс Пэйн 2 был о настигающем прошлом, от которого протагонист вроде как избавился в том же прошлом. И о том, что все-таки стоит заглядывать в бездну тьмы того самого прошлого, для того, чтобы осознать причину его появления. И, собственно, да. Второй Макс Пэйн на самом деле более качественно заигрывает с психологизмом, где протагонист постоянно в чем-то сомневается, задается внутренними вопросами разного характера, и в целом это не тот человек, которому нечего терять, с которым нас познакомили в первой части. Некоторые могут сказать, ну так это логичное развитие того самого персонажа. Но я посмею заявить, что это плоды той самой деконструкции, которая осознанно была применена мистером Лейком, и которая неосознанно была упущена самими игроками. Ну или мной. Видите ли, вся суть того, что я сейчас говорю, кроется в самом названии игры, а именно в этой строчке. A Film Noir Love Story. Что, как бы нам всем должно говорить, теперь Макс Пэйн это про трагичного героя-любовника, разгребающего дерьмо из прошлого и жаждущего любви, но по заветам постнуара, проебывающего все и вся для пущего трагизма. Несмотря на намеренно сделанный акцент в сторону Love Story, сама-то Love Story в сиквеле работает со скрипом. Может, конечно, это моя проблема, но совместных сцен с действующими лицами, при которых раскрываются их любовные взаимоотношения, буквально 3-4, чего мне, в принципе, и не хватило для того, чтобы поверить в эту любовь. Хотя, с точки зрения условностей и повествования, данное, если позволить, и химия между персонажами вполне может быть оправдана. Следующий спорный момент, который нужно вынести для общего понимания, это конфликт внутреннего круга, происходящий на фоне основной любовной истории, а вернее сказать, его действующие лица. Во-первых, в сиквеле отсутствуют новые персонажи, не учитывая незначительный второй план. И самое главное, во-вторых, все характеры персонажей, представленных в первой части, деконструированы от слова «совершенно», что, как я понимаю, было сделано в угоду все того же фильм-нуар Love Story. Не, ну это в принципе логично. Изменяя облик героев, да, кстати, срачи по поводу внешности Макса разворачивались еще задолго до триквела, по крайней мере у меня во дворе, характеры всех ключевых персонажей также были круто изменены. И, как по мне, не в лучшую сторону. От мудрого Уодена, болтушки-веселушки Моны, принципиального Владимира и, самое главное, немного поехавшего и харизматичного Макса, в сиквеле не осталось и следа. И знаете что? Это вовсе неплохо. В контексте повествования через вот эту самую призму. И вот, кстати, и о ней. Эта сноска, с данными словами, здесь присутствует не ради нагнетения, скажем, нуарно-любовного настроения. Тут нужно постараться понять то, что автор хотел нам сказать в этом, скажем, пояснении. Эфилм Нуар Лав Стори, это, наверное, ключевой базис для понимания what's going on. Несмотря на то, что Сэмом Лейком было заявлено возросшим в объеме сценарии, сама же игра как минимум на процентов 30 оказалась короче первой части. И вы тут можете задаться вопросом, а куда же распылилось заявленное возросшее повествование? Это что, сами Ярви всех наебал? Нет. Большая часть сценария, как это ни странно, легла в основу раскрытия психологической стороны характера протагониста, которая, используя неприкрытые иллюзии, как раз таки раскрывала любовные взаимоотношения Моны и Макса, персонажей его трагичного прошлого и их нынешний внутренний конфликт. И речь идет о внутриигровых сериальчиках, которые впитали в себя те самые недостающие условные 30% возросшего сценария. Смотрите, какая интересная штука получается. «Адрес неизвестен» рассказывает про ищейку, который ищет маньяка Джона Зеркала, укравшего его подругу, и продолжающего совершать убийство. Помимо отсылок на Твин Пикс и разного рода происходящей шизофазии, главный герой сериала в итоге осознает то, что он и Джон Зеркала – это один и тот же человек, что раскрывает внутреннее переживание Пейна таким образом, по поводу прошлых и нынешних действий, при которых он все еще чувствует себя виновным в том, что с ним происходит. Помимо этого, «Адрес неизвестен» таким образом подливает масло в пользу СПГС-теории о том, что Макс Пейн – единственный удачный результат проекта Вальгала, которую я озвучивал в прошлом видеоэссе, и которую я не принимаю за истину, по причине отсутствия комментариев по этому поводу от самого Сэма Лейка. Хотя и стоит признать, что во второй части эта теория вяжется куда лучше. Также «Адрес неизвестен» послужил неким драфтом для воплощения следующего проекта Ремеди, в чьей основе зародился Алан Вейк. Второй же сериал «Лорды и леди» является любовным мылом чистой воды, повествующим о тайной любви между сыном шерифа Валентине и дочерью пирата Амелии, что как бы намекает на противоречивые отношения киллерши и представителя закона. А сериал «Дик Джастис» по сути является отражением волевого характера самого Пейна, который в истории сиквела раскрыт, ну, скажем так себе. Что таким образом подразумевает автор? Если я как игрок, интересующийся в большей степени сюжетной составляющей, не нахожу должного раскрытия тех или иных аспектов внутри истории самой игры, то автор мне предлагает дополнять все эти пробелы посредством внутриигровых фильмов, как бы намекая мне о том, что весь Max Payne 2 по своей сути является таким же «Эфилм Нуар Лав Стори». Как и «Адрес неизвестен» является психологическим триллером, так же, как и лорды и леди являются викторианским мылом. То есть, понимаете, в чем лудонарративный диссонанс, о котором я заикнулся в первом ролике по второму Максу? Мы играем в экшен с замедлением времени, выполненном в стиле постнуара, который подан через призму любовных историй, хоть и под нуарным соусом, где детали и глубину психологизма и любовных взаимоотношений нужно улавливать во внутриигровых фильмах. И я тут даже не знаю, это гениально или это графоманский пиздец. Но позвольте мне при учете всего вышеописанного удариться в дебри СПГС, навеянными собственными наблюдениями. Касательно того, почему Сэм Лейк выбрал именно такой ход. Ведь его дальнейшие работы подобными диссонансами, как по мне, не страдают, хотя в контролы Quantum Break я не играл, но вот Alan Wake это прям мое почтение. Классная история на самом деле. Думаю, тут вы со мной будете согласны. Так вот, мне кажется, что после выхода дебютной игры Сэм осознал, что Макс Пейн получился чересчур уж культовым произведением. Иными словами, вещью в себе, которая в случае интенсивной дойки в качестве медиафраншизы может растерять весь свой шарм и ту художественную ценность, которая была изначально в него заложена. Что, кстати, и случилось с Дюком Нюкемом. И когда права на торговую марку перешли от Gathering of Developers к Take-Two, последние в свою очередь на волне успеха, естественно, поручили Remedy за бацать сиквел. Но согласно той теории, которую я себе нафантазировал, возможно, я подчеркиваю, может быть, еще оглядываясь на то, сколько спин-оффов разного качества было у Дюка, Сэм смекнул, чем пахнет такое дело, и решил обезопасить свое и вправду знаковое детище от корпоративной эксплуатации. Тем самым, выполнив сценарий для сиквела подобным образом, который, если отличался от дебютной игры структурно, все же был выполнен на довольно грамотном уровне. И не знаю, к счастью или к сожалению, но план сработал. Согласно моему СПГС, конечно же. Сиквел едва окупился. Remedy продолжили свой творческий рост, а Сэм Лейк спал спокойно, отбросив любые переживания по поводу дальнейшей судьбы Макса Пэйна, тему которого Take-Two больше не затрагивали до определенного момента. Но это, как говорится, совсем уже другая история. И да, Макс Пэйн 2 был о страхе перед потерей мимолетного обретения любви, душевного спокойствия и равновесия. Спасибо за просмотр, леди и джентльмены. И раз уж вы досмотрели до этого момента, то, наверное, не грех будет поддержать данное СПГС эссе лайком и комментарием. Последнее, как вы можете помнить, я все читаю, а на некоторые порой и отвечаю. Так что всем буду очень рад в дискуссиях под этим видео и в рядах подписчиков Беспалюного канала. Ну не ленись, давай, я знаю, ты можешь. Давай, нажимай, че ты. Далее по сценарию тут запланированный, выполненный в манере наркоманского мода бонус-трек, а я тем временем исчезаю. Нью-Йоркское говно Приехал Макс Пейн разгребать нью-йоркское говно. На каком-то складе происходило оно. Давно подобной хуйни не происходило. Давно улики, стрельба, бандюки заодно. Стволом там махал ОМОНа, сдвинув брови, а Макс давно не проливал много крови. В прошлом ей ебало, прострелили вроде. Но то хуйня, надо было ехать к Володе. А там все на взводе, в ресторане водка. Винни, беззаконник, стрельба, раненый Вовка. И все вдруг попались на лживые уловки. Но все порешалось, отстрелялись вроде ловка. Болит головка, Макс пошел домой. Из боли соткан и приснился сон плохой. Проснулся, тут это в гости тулит красавица. Говорит, заказали их, и тут, блядь, начинается. Разъебурили всю хату, соседка бабуля в аху. И Макс пошел во двор давать пизды всем ебуляторам. А позже, заехав на адрес неизвестен, Пэн чуть не запек свою сосиску в тесте. Но вместо этого при исполнении, двинулись любовники на частное расследование. Там жмурики, уборщики, подстава, мусорки. Мону закрывают, Макса отстранили. А после на работе, при полицейском отчете, заподозрил детектив неладное с одной тетей. И при внезапном уборочном налете, убегает Мона, Макс за ней в полете. С хуем в роте и с горем пополам, ебущимся любовникам передают салам. Ебучие уборщики и по чьим приказам. Все взаимосвязано, и Вова, и метастазы, которые у Одена уж не так давно. Эта вся заруба внезапно дело Вовына. Вы не поверите, но Максу прилетало в ебло. Вот такое, блять, нью-йоркское говно. Но все равно, несмотря на жертвы и вопли, мут этой истории под стать погоде, сопли. И заебись, наверное, что все тут передохли. А то был бы сейчас Макс. Лысым алкашом, таблеточным наркоманом, бомжом с дробашом, еблеточным отбивалой, конченым мудним, отстойной хуйней, с заводским трутнем, вшивой пиздой, раздутой франшизой, провальным сиквелом, графонистым релизом, крепким триквелом, бегущим по бритве, физическим движком, королевской битвой, негром-снежком, гендер-флюидным, пиксельным вертосексуалом, воксельным, геем-псевдонатуралом, вторым сталкером, переоцененным ведьмаком, киберпанком, другом Толиком Мальком, стрелком по-македонски, тем фортресским шпионом, где деньги Лебовски, конченным патреоном, короткой игрой, великим позором, книгой тупой, безликим ботской ноном.